Магнитка всегда масштабно отмечает социально значимые даты и праздники. Международный день инвалида в этом году исключением не стал. Для ветеранов Магнитогорского металлургического комбината во Дворце культуры металлургов имени Сергуя Арджинькидзе был организован праздничный концерт. Зал, в котором более 900 мест, был заполнен почти полностью. На праздники побывала и Юлия Никифорова. Гостями праздничного вечера, посвященного Международному дню инвалидов, стали самые активные представители ветеранского движения Магнитогорского металлургического комбината. В честь ветеранов Магнитки в целом, это энергичная и жизнелюбивая категория горожан. Не случайно в этом году именно Магнитогорская ветеранская команда победила в областной спартакиаде. Люди старшего поколения, включая тех, кто имеет ту или иную степень инвалидности, активны участники всех аспектов социальной жизни. У нас на учете 2550 инвалидов, из них 340 инвалидов с профзаболеваниями и результаты производственной травмы. Особое внимание мы уделяем вот этой категории. Ну и основную ношу несет бог Металлург. Реализацией социальных проектов Магнитогорского металлургического комбината для людей с ограниченными возможностями здоровья фонд Металлург занимается, начиная с 1990 года. Действует программа под названием «Луч надежды», на которую ММК ежегодно выделяет более 16 миллионов рублей. Первое – это, конечно, ежемесячная материальная помощь. Она от 2650 рублей, в зависимости от того, какая инвалидность. Второе – это оздоровление в центре реабилитации, что мы два раза в год можем их пролечить у себя. И они по человеку 30 ходят нам ежемесячно. Третье – это питание в столовый ветеран, где мы выдаем анталоны. Четвертое – это проведение всех мероприятий. И вот у нас будет мероприятие под свиноками инвалида 5 числа. Мы их вывозим в Абзаково, 26 человек. И вот из этих 26 человек, 6 человек мы наградим подарками за то, что они нам помогают в работе с инвалидами. Вот так мы отметим. А так это повседневная помощь с заботой и вниманием к нашим ветеранам-инвалидам. Перед гостями в этот вечер выступали самые лучшие творческие коллективы Дворца Орджоникидзе. В адрес ветеранов звучали добрые слова и поздравления. Заместитель генерального директора ПАО ММК Олег Ширяев зачитал поздравительный адрес от руководства комбината. По душе желаю вам прежде всего выдержки, ну и конечно веры в себя, внимания близких, возможности самореализации и семейного тепла. Низкий вам поклон. Праздник закончился вручением подарков, продуктовых наборов всем гостям. Более 300 ветеранов ММК по состоянию здоровья не покидают своих квартир. Эту категорию подопечных сотрудники фонда «Металлург» поздравили, что называется, на дому. Юлия Никифорова, Денис Иванов, телекомпания ТВН.